Всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, компания Lead Startup. Сегодня мы поговорим про анбординг. Это очень важный этап любой воронки любого продукта или проекта. И подробную статью читайте у нас на сайте. По ссылочке внизу в описании можете пройти на эту статью. И также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Здесь куча классных видео по всем похожим темам, продуктовым, маркетинговым, гибким каким-то менеджменту. В общем, всему-всему-всему, что касается заработка и ведения проектов. Итак, анбординг. Анбординг – это очень важная часть, с которой очень многие проекты недорабатывают. То есть наша задача сделать так, чтобы пользователь к нам… То есть анбординг – это, по сути, попадание на борт. То есть онбординг, соответственно. Наша задача, чтобы пользователь к нам на борт попал максимально легким способом. То есть вот прям с минимум препятствий. И наша задача сфокусировать все – маркетинг, дизайн, продуктовых ребят, разработчиков – так, чтобы все, что касается регистрации на любом e-коме, на любом сервисе, где можно что-то купить, в приложении и так далее, и так далее, чтобы человек попал, узнал о нас. И вот после того, как у него этап знакомства с нашим брендом прошел, чтобы он захотел там активироваться, и чтобы вот этот процесс активации, конверсии, чтобы этап регистрации, все, что называется анбордингом, чтобы это было супер-супер удобно и просто. Вы все знаете, что какие-то приложения требуют для этого больше усилий, а какие-то меньше. Вот нам надо стремиться к тем, которые требуют меньше. И, собственно, это все, что касается анбординга. То есть сам процесс должен в итоге фокус. Процессы надо выстраивать супер просто. Для этого есть разные пользовательские метрики. Соответственно, для этого есть куча инструментов, при помощи которых анбординг классно работает. Но на самом деле самое главное – это провести кучу тестирований, потому что все ваши гипотезы, скорее всего, основаны прямо на галлюцинациях, которые у вас есть в голове. А для того, чтобы убедиться в том, что вы делаете все правильно, нужно протестировать кучу-кучу-кучу разных гипотез на реальных пользователях, на реальных деньгах и посмотреть, оставляют ли вам они персональные данные и доверяют ли. Соответственно, если они доверяют, то вы делаете все правильно. Надо понимать, какая конверсия анбординга является для вас прям ключевой. И что делает пользователь после того, как попадает на ваш сервис. Как дальше, какие у него метрики вовлечения, как быстро он уходит или заходит повторно, что он делает, какая у него конверсия возникает дальше в покупку или какие-то дальнейшие действия. То есть в зависимости от вашего сервиса вы должны понимать, как у вас обстоят дела с анбордингом. Это трекается кучей разных классных метрик. Все это упаковано в юнит-экономику. Есть еще метрики непосредственно вашего веб-интерфейса, пользовательские, продуктовые. Вот это все работает и с e-commerce, со всем, что можно купить в интернете, с приложениями абсолютно везде. И даже ребята с YouTube сейчас очень сильно упоролись, чтобы вы мое видео досмотрели до конца, чтобы вам легко было это сделать, чтобы вы его нашли. Поэтому, друзья, если вы стараетесь сделать ваш продукт классным, старайтесь сделать так, чтобы анбординг, первое знакомство, вот это было очень-очень комфортным для пользователя. Выстраивайте фокус команды на этом, соответственные мероприятия проводите регулярно, выстраивайте вокруг этого трекшн-митинги. И, в общем-то, все. Привлекайте консультантов или учитесь для того, чтобы понимать, как это делать лучше. Изучайте мировые кейсы и тренды. Спасибо большое за просмотр этого видео. Внизу по ссылочкам есть подробная статья по этой теме. И подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Вы очень крутые. Мы вас любим. Любим ваши лайки и просмотры, и комментарии, собственно, в компании Elite Startup. Ждем вас у нас на сайте и на новых видео.